Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим, если изображение дрожит, это только потому что я волнуюсь. Сегодня настал тот день, когда нам нужно идти на очередное УЗИ. Нам сказали, что на этом УЗИ мы сможем услышать сердцебиение ребенка, хотя одна из подписчиц написала мне, что на том сроке, в общем, на котором я была на первом УЗИ, уже типа можно было услышать, но не знаю, видимо, врач руководствуется не только сроками, но и данными, полученными после проведения УЗИ, и, видимо, тогда еще было рано, а сейчас, может быть, в самый раз волнуюсь, не знаю, что думать. Знаете, как я первый раз шла вообще без понимания того, что я могу быть в положении, и мне такие говорят 6 недель, я такая, что в смысле? Так и сейчас я иду без каких-либо ощущений. У нас жарко по-прежнему, лето продолжается, опять я все запудрявилось. Так, я сегодня вот в брюках длинных, такой невульгарный образ, знаете, а то как-то юбку там задирать или платье, это как-то странно. А так, знаете, опустил до нужного уровня, предъявил живот, все, ни ноги не светишь, ни труселя, вот, оптимально. Вот, что по срокам? Ну, по срокам 8 недель, наверное, 9-ая началась уже сегодня. Ну, не знаю, что, нет никаких у меня предположений, что там вообще происходит. Вот как я вам жаловалась в последний раз на то, что у меня какие-то там реакции на запахи пошли, и вот они тогда и закончились, и с тех пор больше ничего. Поэтому вот не знаю, что думать, читаешь интернет, и одни, значит, сомнения. Кто-то говорит, если все симптомы пропали, значит, ничего не развивалось. Ну, в общем, я не знаю, пойдемте и узнаем. Вот, жарко, что хочу, хочу я фанту. Не знаю, вообще я не пью газированные напитки, но сейчас хочу. Так, если это ты хочешь, я тебе куплю только если будет хороший результат. Если плохой, все, если ты там ласты склеил, не дай бог, не койте фанты. Понял? Понял. Вот так. Ладно, пойдемте. Ой, шея вся взмокла уже. Мы идем вместе с мужем, он отпросился с работы, как же так, такое знаменательное событие. Надо поприсутствовать. Честно, не знаю, что ждать. Так, по поводу клиник. Здесь они все коммерческие, все за деньги, соответственно, выбираешь ты сам. Ну, какую хочешь, такую выбираешь. Хочешь по отзывам знакомых, хочешь по территориальному признаку, мы выбрали по территориальному признаку, поближе к дому. Ну, мне кажется, это логично. Да, если есть какие-то вопросы, то вышел, свернул за угол, и вот ты уже на месте. Да, а то вдруг, представьте, у вас какие-то недомогания, жалобы, а вам там ехать через весь город, трястись, еще хуже станет. А так это очень удобно, когда все близко, можно пешком дойти. Так, вот сейчас мы перейдем дорогу, и вот немножко останется пройти по прямой. Что-то, мне кажется, дождь сейчас пойдет. Надо было зонтик брать. Так, мы почти на месте, осталось еще немного. Хотела рассказать вам смешную историю про врача. В день приема нашего первого был только мужчина там. И нам сказали, ну, ничего страшного, если будет мужчина. И показали фотографии, а там, знаете, на фотографии такой, знаете, как безумный профессор. Волосы дыбом на голове стоят. В общем, такое зрелище. Но сказали, ну, потом вы можете поменять, если вот что-то не понравится. Ну, мы думаем, ну, раз пришли, надо уже, как бы, подумаешь всего лишь на всего УЗИ, ничего страшного. Один раз сходим. Вот. Я очень удивилась, когда вошла в кабинет, а там сидит такой интеллигентный, гладко причесанный, худенький мужчина. Вот что значит. Есть люди, которые на фотографиях всегда плохо получается. В итоге я не стала менять врача, сказала, пусть этот остается. Мне понравился, такой спокойный. Пусть будет. Пусть будет. Так, сходили мы в клинику, сейчас пришли вот в такой вот супермаркет купить вкусняшку. Как все прошло, расскажу потом. В принципе, все хорошо. Хорошо, но нехорошо. 50 на 50. Это? Да. Я не могу. 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 Так, мы уже зашли в другой супермаркет. Смотрите, какие печеньки для котят. С витаминами якобы. Попробуем, попробуем. Мои еще такое не ели. Прямо реально выглядят как печенье. Какие милые подушечки. Ой, страшненько. Какая зеленая. А вот эти милые. Милашки, милашки. И так, снова всех приветствую. Так, вчера я ничего и не досняла. Пробегали мы по магазинам. В общем, ну, всегда так бывает. Если мы начинаем гулять по району, то приходим уже, знаете, когда темнеет. Вот уже поели, и потом уже как было не до видео. Сегодня я решила закончить это видео и рассказать, что же там вчера у нас такого интересного произошло. Начну с хороших новостей. С ребенком все хорошо. И со мной тоже. Что касается неприятных, знаете, новостей, это неожиданная проверка, к которой я была совершенно не готова. То есть я шла, ну, вы видели, да, я нарядилась в брюки, а не в юбку. Я шла на обычное вот это УЗИ, когда по животику водят, там все проверяют. Все. И еще, что у меня было на эту дату, после вот УЗИ, я должна была еще сдать анализы. Все. Больше у меня никаких... Ну, я должна была сдать кровь и пипи. В общем, пипи сдать. Больше никаких планов не было, ничего другого не обговаривалось. И, значит, захожу я, там процедура, значит, происходит так, ты приходишь, сам взвешиваешься, сам измеряешь себе давление, там возле ресепшена есть весцы, и, в общем, автоматический измеритель давления, заполняешь анкетку, сообщаешь о том, что ты пришел, медсестра приходит, ну, образно говоря, да, назовем ее медсестрой, ну, в общем, какой-то младший вспомогательный персонал. Она приходит, берет у тебя эту новую анкетку, где новые данные с твоим весом новым, с твоим давлением нынешним, и прилагает к твоей карточке и заносит доктору. Доктор там смотрит, что-то там вспоминает, видимо, тебя, чтобы не было вот этого в кабинете сидения, там, друг напротив друга, да, он там сам все просматривает, когда просмотрел, приглашает тебя. И вот, значит, я взвесилась, давление померила, мы заполнили эту анкетку, отдали этой девушке, помощнице, она взяла мою прошлую вот эту карточку с записями, добавила вот анкетку, отнесла доктору, и там через минуту он меня приглашает, и, значит, первый вопрос, значит, он всегда с таким, знаете, как воспитательница в детском саду, дети, вы хорошо сегодня покушали? У него всегда такой вот это, и вот он, там, все в порядке, да, ну вот, типа, там, есть ли у меня какие-то жалобы, недомогания, мне все в порядке, мне все в порядке, ну, тогда пройдите. И, короче, в смысле, да, пройдите, я думаю, ну, на кушетку для УЗИ пройти, но медсестра провожает меня в такую вот каморочку для переодевания, где просит меня сменить брюки на юбку, и, значит, меня приглашают на вот это вот экзекуционное, значит, кресло. Я такая в шоке, я такая, я тоже еще мужа позвала, говорю, я тебе еще такой вообще, муж тоже такой стоит, растерянный, что такое, спрашивает доктора, в смысле, почему, что, какие есть показания для проведения такого обследования. он говорит, ой, я вот не собираюсь, не собираюсь, вот только вот сейчас, вот особый случай, и там уже ближе к родам, я посмотрю, но вот как бы, вот только вот особый случай, как бы ради, так сказать, вот ради ребенка, вот ради, здоровья ребенка, чтобы что-то проверить. в общем, то есть это такой момент для многих женщин очень стрессовый, и как бы хочется к этому психологически подготовиться, и я как бы не рассчитывала, когда на это шла, понятно, что не то, что я там какая-то неженка, копизулька, там, тю-тю-тю, как ты вообще собираешься вести свою беременность, рожать, если ты такая вся, там, тю-тю-тю, нет, я абсолютно адекватный человек, но просто, как бы я не была к этому готова, что меня будут рассматривать на кресле, что будет другой вид УЗИ, который мне, ну, честно говоря, не нравится, я не хочу, чтобы лишний раз мой организм тревожили, что-то там запихивали в меня, поэтому я, естественно, стрессанула, вся там это, ну, благо, я все-таки не ошиблась в этом мужике, когда я вот так чисто по внешности на первом приеме проинтуичила, что вот такой вроде как должен быть такой, знаете, с волшебными руками, а не с руками из жопы, он такой, знаете, худенький, утонченный, у него такие небольшие ручки, такие худенькие пальчики, вот я обратила внимание, как он так, знаете, аккуратненько там листает вот эти записи, как он так изящненько пишет, я сразу подумала, должен быть аккуратный человек, слава богу, да, оказалось, что очень аккуратный человек, можно сказать, вообще без всякого негатива прошло это обследование, без всяких ощущений, но тем не менее, чисто психологически для меня это был стресс, тем более, ну, на мой взгляд, не было никаких к этому показаний, я, конечно, не доктор, не мне решать, есть или нет показания к проведению такого, знаете, другого вида УЗИ и обследования на кресле беременной женщины, причём на таком достаточно раннем сроке, да, всё-таки восемь недель это ни о чём. не было никаких показаний, я ещё потом пришла домой, полезла в интернет, почитала, и в числе показаний к проведению такого, другого типа УЗИ и вот этих каких-то ещё осмотров, там, в перечне этих показаний ничего из того, что у меня там есть, у меня этого не было, то есть у меня нет никаких показаний, то есть у меня всё к этому, к этим процедурам, у меня всё прекрасно, мне нет никаких жалоб, ладно бы, если бы у него там мои ещё какие-то анализы были, анализов на тот момент ещё не было, мы после этого только вот пошли сдавать, потому что по плану был как раз на этот день назначен уже анализ, то есть не было никаких данных, единственные новые данные, которые он обо мне получил, это вот в этой анкетке мой вес и моё давление, что касается веса, ну типа восемь недель, это получается, что уже типа как два месяца, что ли, беременности, да, как быстро летит время, и ну прибавки веса у меня нет, у меня позапрошлая неделя была такая немножко стрессовая, в плане того, что не могла нормально покушать, меня донимал ребёнок своими выходками, но в том плане, что я уже рассказывала, у меня была какая-то негативная реакция на запахи, я не знаю, что там было не так в моём животе, ну и не хотела нормально питаться, собственно говоря, ну что по итогу, получается, это похудела только я, потому что он нормально там всё, он нормально вырос, оформился такой какой-то, уже знаете, то был похож на какую-то странную креветку, а сейчас уже такой там человечек что-то там сидит, кутыряется, вот, да, то есть, в принципе, на нём это никак не сказалось, похудела только я, ну понятно, если ты не можешь нормально покушать, я почти неделю не могла нормально, вот позапрошлую неделю, почти неделю не могла нормально поесть, ела только огурцы, помидоры и шоколадку, чай, вот, всё, ну немного орехов, вот такое у меня было меню, вся остальная еда, мне казалось, отвратительно пахнет, не могла заставить я хоть что-то съесть нормально, ну в итоге он, видимо, взял питательные вещества, которым надо, всё, всё, поэтому, что он полез ко мне, этот врач, я не знаю, мне кажется, это не ради меня, просто было сделано ради, ради него, да, всё-таки тут большая конкуренция между клиниками, каждый заботится о своей, репутации, и вот как-то для него это впервые, не думаю, что он там каждый божий день ведёт беременности иностранок, тем более таких вот худеньких, там, во мне и 50 килограмм нету веса, но не знаю, что стало причиной для проведения такого обследования, надеюсь, он будет на меня больше тыркать вот этим и всеми. по поводу прибавки в весе, ну блин, когда ты смотришь, какого размера в тебе ребёнок, и ты понимаешь, что, как он сказал, да, это размером с желейного мишку Хариба такой, или как они там называются правильно, такой маленький-маленький мишка, ну если это маленький-маленький мишка, ну чё он там, откуда будет вес, понимаете, я понимаю, когда ребёнок растёт, он там уже большой, на более поздних сроках, конечно, то у тебя будет какой-то вес, а сейчас, по сути дела, ничего особо-то в теле и не меняется, это только если специально, как бы, наедать, да, как, может быть, некоторые женщины чисто психологически дают себе такую вот обмашку, когда беременеют, что типа, ага, теперь тебе можно, давай, налегай, я, в принципе, продолжаю питаться в обычном бритме, хочется покушать, я покушала, ну не хочется, не поела, то есть я делаю так, как комфортно моему организму, да, если чего-то захотелось особенного, перчиков фаршированных мне недавно захотелось, если приготовила перчиков, ну, может, не мне захотелось, может, ребенку захотелось, не знаю, ну, короче, вот, поели мы этих перчиков, было очень хорошо, вот, не доели, вспомнила про перчик, еще кусочек есть, сейчас в животе заморчал, вот, что, подожди, сейчас мы доснимем, пойдем есть твои перцы, фаршированные, вот, поэтому, вот, это меня, конечно, немного так, морально прессануло, но по итогу я все равно успокоилась, ну, ладно, ладно, лишь бы он не доколебывался до меня постоянно, этот мужик, все, и дал мне спокойно ходить, мою беременность, не лазил лишний раз нигде, вот и все, что, потому что я понимаю, когда у женщины что-то, и там, ну, плохо, там, может быть, какая-то кровь, еще что-то, еще что-то, или какие-то боли, и, да, некий там психологический ущерб под проведенных каких-то процедур, он компенсируется вот какими-то вот, да, успокоительными итогами, да, что вот ты волнуешься, что, ой, боже мой, может быть, я потеряю ребенка, что-то там у меня так страшно, что-то страшно, там, какие-то боли, и, ладно, делайте со мной, что хотите, или же бы все мне было хорошо, это я понимаю, когда ты приходишь, такие, передатушки, передатам, у меня все хорошо, я говорю, а так, пройдите, пройдите, пожалуйста, на вот эту раскоряку, ну-ка, давайте мы тут все у вас посмотрим, мне кажется, он просто хотел посмотреть, знаете, познакомиться, понять, с кем он именитил, вообще, с чем ему придется иметь его, вот, может быть, только это, ну, не знаю, может быть, какой-то, там, приезд еще вызывает, он просто сказал, пояснил это некой такой заботой о здоровье, и все, больше никак он это не объяснял, вот, что я такая загаленная, сегодня я хотела, знаете, что, снимать видео, начать снимать, вот, этот, моя беременная, трансформация во время беременности, когда, вот, снимаешь, и до конца беременности, и потом, вот, делаешь такое одно большое видео, как менялось твое тело, такие, такие видео очень популярны на YouTube, я сама сейчас уже все, все, что можно пересмотрела, тоже было интересно, как меняется тело, просто надо было еще такой, какой-то, выгодный костюмчик, под это дело подобрать, да, кто-то в нижнем белье снимается, не как-то с пустого, подумаю, что, ну, не хочу в нижнем белье сниматься, в бюстгальтере, в трусах, хотя, в таком, в такой одежде, лучше всего видно, как тело меняется, как грудь меняется, как живот меняется, я выбрала такой, короче, обтягивающий, спортивный наряд, он продавался, как костюм для йоги, и вот в нем я буду снимать, значит, свое преображение беременное, пока все выглядит вот так, живота особо нет, но у меня тут есть ребра, поэтому не обращайте внимания, это не от беременности, это по жизни так, вот у меня вот эти ребра, это по жизни так, они у меня на выкате, то есть, сверху живот, насколько я знаю, укрупляется только на поздних сроках, на более поздних, так что это не беременность, беременность, она пока где-то должна быть, вот, в этом месте, ну, типа должна, но пока что-то, попозже, блять, блять попозже будет, сейчас пока рано, сейчас пока рано, вот, так, все, заканчиваю я болтать, у меня там курочка печется, хочу мужу сделать сюрприз, запеченную курочку, он последний, последний раз, ел ее, значит, запеченную, целиком кулицу, на новый год в России, вот, ему очень понравилось, он еще обалдел от наших кур, вот эти куры наши, бодибилдеры, тут таких, конечно, в Корее нет, тут такие достаточно стройные куры, так, гляньте, девочки, какая потрясающая курочка, получилось, я надеюсь, мужу понравится, вкусняшка, запомнилось, ему очень, это блюдо, я вчера купила курицу, и решила, что все не музыка, так, всех люблю, целую, пока-пока, не собираюсь зацикливаться, только на беременной теме, буду продолжать, снимать видео, на разную тематику, вот, делитесь своим опытом, рассказывайте, что у вас, как у вас все проходило, до связи!